Давайте не будем... Я не хочу слушать, потому что я начинаю расстраиваться, что... О, Гудгейм постепенно очищается, Понтия начала стримить твою гифку. Ееееее! А я думал, это первоапрельская шутка. А Понтия всё-таки... Всё-таки реш... А где? Подождите, у неё уже на 9 часов было. Ебой. Ничего себе. Они сливаются, а они там убивают. Не, но я с вами, я если что, никуда не убегала. Ой, Миша, привет! Ой, привет! Как тебе оформление? Супер! Лучшие шеи поезда. Мать! Я побежал. Спасибо, старалась. О, прекрасно. Так, на чём... Блин, столько стримов хороших, глаза разбегаются. Друзья, всем хорошего настроения. Вы на Гудгейме. Гудгейм, Гудэмоушенс. Проходит 9-й турнир серии Cheese Cup в уникальном формате. Игры проходят все до одной победы. Победитель только один. Вне зависимости от того, какая стадия, все играют на одной и той же карте. И сегодня эта карта, внимание, затерянный храм. То есть Lost Temple, который нет в пуле, но который знает любой человек, потому что Lost Temple это классика. И с болью в сердце мы смотрим сейчас, как Сокол будет отчаянно пытаться выжить против сильного российского андеда Шейка. Конечно, ЛТ ему в помощь, фонтаны, все дела, но разница всё-таки в уровне присутствует. И... вот. Тяжело будет. Тяжело. Lost Temple, так, карта, где орки имба? Ну, я бы не сказал, что орки здесь имба. Здесь скорее орки-эльфы имеют преимущество. И так немножко циклично. То есть, если вы играете за эльфов, то скорее вы... у вас меньше шансов против альянса. Но больше шансов, чем у орков против альянса, если вы... ну, эльф против орка играете. Короче, в Mass Huntress можно нормально с орком повоевать на ЛТ. Там, особенно с кипером стекущим. С маскотами вы можете просто не выпустить его и весь центр забрать. С другой стороны, против Экспанда и нормального Хумана, который умеет играть на ЛТ. Вам тут не сильно поможет фонтан, на самом деле. Здесь поможет, но не настолько. Ну, Undead'ам хуже всего. То есть, если брать стандартную тему, когда играют один в один, то Undead'ам не сможет помешать орку за крипи-центр. Да и карта довольно большая. Можно Эксп ставить орку тоже. Рану на Т2 по стандартной какой-то схеме. Сокол допускает, что у Шейка может быть Эксп, поэтому пион специально обученный смотрит, находится наверху. Добивает. Неплохо, неплохо. Минус скелет. Я, я. That is good. Ну, Undead'а же, в принципе, имба, так что шансы равны практически. Не-не-не, ну, Undead'а чего? Сегодня 120 и Хэппи играли днем. 120 играл за орков и 120 выиграл. Там, наверное, конечно, игры смотреть, но тем не менее. Щегол считает, что против Дмитрия шансов у него за родную расу нет. О, неплохо, кстати. Довольно агрессивно крепится шейк. Подрезает. Выводит ДК из себя. Вообще, надо готовым быть будить на мэне и блочить. Ну, в смысле, на... А Сокол как раз в прошлой катке тренировался. А ДК все равно регенится. Сокол поздно понял, что нужно грантов в разные стороны вести. И все равно ДК больше получает ХП. Но, с другой стороны, и Блэйд-то, в общем-то, тоже подлечился хорошо. И потом... Ну, не совсем понятно шейку, как за центр. Ну, посмотрим, какие у него планы. Вот хороший Койл, например. Очень хороший Койл. Сетка на Грунцера. Может, даже центр сейчас скрипит с четырьмя грантами. Я болею за этого. За Соколика, конечно. Армию игрока атакует. А Калей-то минус нули. Не знаю, как там он оказался. Но здесь все равно Койлом заберет тролля. Перчатки скорости попытался стащить, но не получилось. И не сказать, что это старт за... Надо крепиться. Быстро. Хотя там тоже Койлы. Окружить. О-о-о-о! Пурш-пурш-пурш-пурш-пурш-пурш! Ударь по нему хоть разок. Ой, Блэйд еле убегает. Что же делать-то, а? Я волнуюсь, я переживаю. Там же второй ДК. Ну, сам Бог велел, тут подкрепится. Минус один, второй уровень получил. Ну, не танкуй ты Блэйдом, пожалуйста, ну. Отставляй грантов, там два зеленых гранта. Да, сдает просто фонтан с Шейк. И это правильно. Ну, там с ИХ опять же придешь на фонтане, останешься. Из-за хекса, из-за грантов регенерации. Ну, вот сейчас, наверное, имеет смысл идти в базу ставить Соколу. Учитывая специфику карты и полученное преимущество на фонтане. Второй вариант это Крипджекетс. Андеда. На вполне ожидаемой точке. А можно просто взять третьего Блэйдауна, специально с Хуа отводить, чтобы виндвок получить. Пойти им харасить, пару виндвоков есть. А самому закрепить еще две оранжевые точки здесь, здесь на ЛТ. Почему ты болеешь за немца? Это нормально? Во-первых, у него двойное гражданство. Во-вторых, он здесь аутсайдер. Какие же битые финды, ё-моё. Хилварды выпали прекрасные. Соколу нужно обнаруживать, где находится враг. Он сейчас увидит финда, который уходит вниз и должен догадаться, что... Ну, это очень экстремальный Криппинг. Тут Хилвард должен ставиться сразу же. Да, ставится Хилвард. Блэйд бежит, но про Блэйда знают. Почему, 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 почему? Почему-то Сокол решил не лезть Блэйдмастером. Это грубая ошибка. То есть мог реально попробовать добить того же самого... Ну, там просветка, конечно. Ну, тролля добить хотя бы. К ней в школу ловкости половинку вернули, то, что Близзард забрали. Он просто возвращает себе свою. Проверяет экспшейк очень грамотно. Очень грамотно. Ну, карта большая. Я вот думаю, что все-таки Соколу нужно либо на раннем Т3 ставить экспант из шкатулки, либо... Какие артефакты, представляете? Вот это вот все выпало в центре. Пара топовых зарядных артефактов. Так, Шейк идет с пушем. Сокол проверяет еще раз его эксп. Саха получает третий. А лич даже не близко к третьему. Второй. Когти, когти, это Блэйду. Ох, шансы есть. Кадой молодой. Красную точку сейчас будет Шейк крепить. Почему только исходное качество работает? Я не знаю. Элитар должен был разобраться. Но здесь сообщение в телеге не отвечено. Ну, в смысле, прочитано, но не отвечено. Видимо, как он не может справиться. М-м-м. Не кодой, а кода. Кодо. Кодо. Намечается битва. Одинаковый лимит. И не вижу смысла здесь и способа, как здесь вообще можно сражаться. Сокол прорывается вперед. Падает первый грант. Съедает гулю. Не отконтраливает кодо. Кодо. У блейда, конечно, там когти, все дела. Хилл вард. Который надо перебивать. Ну, сокол разваливается, в общем-то. Делает телепорт. И... Не понимаю, вообще-то. То есть, делает грейд на Т3 без каких-либо... Ну, без какого-либо профита. У тебя 1500 голды на руках, ты идешь сражаться. Это крайне странные решения, если так их можно назвать. То есть, ну, какой смысл был в этом сражении? Какой смысл в нем? Никакого. Абсолютно. И в этом тоже сражении нет никакого смысла. Коэллнова пытается вылечиться. Блочит сам своими юнитами, отдает рейдера из-за этого. Ну, и Турина ждем. То есть, сделал грейд на Т3. На руках огромное количество средств. Сейчас тоже продолжает сражаться. Необязательно. Ну, ситуация не... Необязательная для сражения. Сейчас кодой умрет. Ну, я бы вышел просто. Я бы вышел. Шейк хорошо, надежно играет. Блэйд даже несмотря на артефакты. Один в поле не воин. Выходит Таурен по таймингу к концу сражения. Стомп. Ну, там есть инвулы. Фокус по Таурену конский просто. 30 лимита на 55. Хекс налечает. Вот там шикарный этот. А, и сейчас Блэйд умрет. Да, жалко. Ну, говорил, говорил, говорил. Начало хорошее, потому что он его помнил. А дальше непонятно, что происходит. ГГ пишет. Сокол или Вайт? Блэйд.